Всем привет! Вот это утиная грудка. Если вы ее правильно приготовите, у вас будет бомбически сумасшедшее блюдо. Смотрите, не нужно быть мега профессионалом и супер поваром для того, чтобы уметь готовить такую простую вещь, как утиная грудка. Но зная некоторые нюансы, вы можете стать королевой утиной грудки или королем утиной грудки у себя в городе. Первонаперво, что вы должны знать. У грудки есть малое филе, оно мешает нам, потому что оно не крепится сильно плотно к утиной грудке. У нас есть пленки, которые нам обязательно нужно удалить. Вот это место, которое, если не удалить, при обжаривании будет жестким, как жвачка. Вот это все лишнее удаляем. Вот эту часть тоже можем немного, поддев ее ножичком, пленку снять. То есть, чем меньше пленок из соединительной ткани, тем грудка получается равномерно мягкая и съедобная, удобная, вернее, для поедания. Как только вы зачистили утиную грудку с этой стороны от пленок, переходим к жиру. Смотрите, если у вас жир торчит как-то вот так вот явно, прям большими кусками, его можно немножко подрезать. Но если у вас там кусочки небольшие и многие повара пытаются зачистить, по-самой не хочу, то во время того, когда кожа будет стягиваться, получится, что грудка у вас вот такого объема, а кожа на ней вот такого объема, потому что она стянется. Я поэтому предпочитаю немножко оставлять хвосты, но для того, чтобы грудка получилась самая вкусная и сочная, нам нужно через определенные расстояния, пол сантиметра примерно, прорезать шкурку так, чтобы у нас она поделилась на сегменты. Вначале мы режем вдоль, старайтесь мясо не прорезать, только шкурку. Переворачиваем и режем поперек, придерживая, поперек так, чтобы у нас получился кубик. Когда у нас кубиком разрезана шкурка, тогда жир вытапливается равномерно, а жир вытапливается равномерно, тогда у нас кожа становится хрустящей. То, к чему мы стремимся. Итак, как только мы насекли всю грудку, мы ее должны посолить. Это обязательный элемент. Соль, 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 соль. Важный элемент, когда мы грудку обрабатываем, она у нас уже должна быть теплая, то есть она должна к моменту обжаривания полежать в комнатной температуре примерно где-то час. Сковорода должна быть раскалена хорошенечко. Очень часто я встречаю, что люди льют сюда масло, а потом начинают жарить грудку. Зачем лить масло, если в грудке есть жир, который мы обязаны вытопить. Поэтому мы вначале кладем жиром вниз и убавляем температуру, потому что если сковорода все время будет горячая очень сильно, тогда у нас жир начнет подгорать, нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы сковорода была вначале хорошо разогрета, а потом снижала температуру и нежно вытапливала жир. Видите, сразу же появились капли жира, потому что они вытапливаются. Сюда можно немножко добавить соли. Кто-то сразу же спросит, а что это у нас? Малое филе? Осталось на доске? Нет. Мы его бросаем вот сюда рядышком, подсаливаем немножко. Ну и все, пока грудка будет у нас дальше жариться, мы его можем съесть. Смотрим, что у нас происходит с кожей. Видите, все насечки стали румяными. Не нужно доводить их до черноты, но дальше продолжаем жарить, пока не вытопим весь жир. На малое филе можно добавить перчик. Супер. И его съедаем. Медиум. Медиум. Но уточку можно и медиум рей кушать. Чуть-чуть лимоном. Чуть лимоном капельку. Раз-раз. Оп. Солить чуть-чуть. Раз-раз. Все, кушаем. Утка бомбическая, потому что, во-первых, это маленький утенок, нежное мясо. Вот это получится лучше всех. Увеличиваем температуру, потому что теперь нам нужно мясную часть пожарить на более высокой температуре. Пластиковые бутылки, домашний самогон. Ребята из Белоруссии мне прислали на тест. 65 градусов. Ух, сейчас будет пожарчик. Нормальный самогончик так горит-то. Смотрите, фламбе практически ничего не дает. Легкую ароматику это французы придумали, но мне кажется, это визуальный эффект очень крутой. Смотрите, у нас с этой стороны карамельная корочка образовалась, но мы понимаем, что мясо совершенно сырое внутри, да? Поэтому мы его вот таким образом еще раз, два, три. Переворачиваем вниз. Теперь нам нужна перечница для того, чтобы посыпать перцем, потом дополнительно соль, потому что часть соли у нас осталась в масле в сковороде. Но перед тем, как отправлять в духовку, мы должны повернуть кожей наверх, посыпать, добавить еще соли и добавить немножко лимона. Вообще все почему-то умудряются, блин, каким-то сиропом намазать ее, какой-то, каким-то медом. Друзья, кститесь, зачем нужны сладкие? Кто-то вот сказал, что утка сладкое мясо и к ней нужен сладкий десерт. Ну да, но это придумали французы. Мы живем в России, но сделайте соленую, кислую, немножко сладкую. В меру, в меру должна быть утка. И в духовочку. Смотрите, у меня там 190 градусов. Я вот так вот оставляю открытую духовку, засекаю ровно 10 минут. Видите, выделился сок. Это значит, что утка все-таки прогрелась внутри и не обязательно ее там жарить целый день. И обратите внимание, когда я выкладываю фольгой емкость для запекания, я использую фольгу блестящей стороной вовне, матовая туда, к противню. Для чего? Для того, чтобы фольга помогала более равномерно прогревать грудку. Вы знаете, мне вот просто захотелось так сделать, я не знаю. Мы в рекламных съемках, когда рекламные делаем, используем такой ход горелкой. Дожигаем после духовки, для того, чтобы появились красивые подпалины. Ну и запах, конечно, дымка такого появляется. Клево. В общем, я вот о чем, что грудки сейчас после духовки нужно остыть немного, хотя бы минут 10, а потом мы ее нарежем. Сразу режем ее. Смотрите, какой идеальной консистенции у нас получилась грудка. Равномерно, розовая, медиум-брожарка. Супер! То, чего мы и пытались добиться. Все сервируют ее с чем-то сладким, с каким-то манго, с жареным яблоками. Мусор в мусор. Мамуль, спасибо тебе за грибочки, которые ты прислала. Шикарные! Я половину, правда, уже отъел. Вот где таких-то мелких набрала, это же мелко-кропотливая работа. Каждый маленький грибочек. Домашняя мамина консервация самая лучшая для того, чтобы использовать ее в гарнир на тарелочку. Немножко. В общем, я рекомендую вам этот рецепт, как базовый, для того, чтобы понимать, что получается, если правильно приготовить утиную грудку. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok